Ребята, ну сегодня у нас очередная приглашенная звезда, которая оказалась с нами настолько близко, тоже профессор МГИМО, советский разведчик, журналист, бизнесмен, с кем нам даже посчастливилось когда-то вместе работать много лет назад. Мне кажется, это человек нетворкинг, и, наверное, самый обладающий наибольшим количеством связей, самый узнаваемый, но если кто-то не знает господина Кабаладзе, то сегодня вы его увидите лично, и получите огромное удовольствие от той лекции, которую Юрий Георгиевич вам сегодня прочтет, передаст. Может подойти меня ущипнуть, это я. Значит, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Я говорю, этот зал мне очень знаком, но я тут наставил, чтобы все спустились вниз, но уже внизу и места, в общем, нет. Значит, два заявления. Одно, значит, мне не доверяют больше, потому что у меня длинный язык, и я люблю говорить на опасные темы, поэтому вот замдекана факультета журналистики пришла меня контролировать. Поэтому, если я что-нибудь личное скажу, вы особо меня не ругайте. Значит, это мой первый опыт знакомства с вашим факультетом, вот в этом смысле. И я, в общем, счастлив, что ваш декан меня пригласил, и надеюсь быть вам полезным. Значит, я не случайно попросил назвать лекцию «Social Networking», поскольку очень горжусь тем, что я эту тему в институте придумал, и я думаю, нигде ни в одном вузе страны, ну, я не слышал, может, вы слышали, читают курс по «Social Networking». Хотя, если войти в интернет, можно найти десяток лекций, десяток специалистов, хороших, плохих, разных, которые передают свой опыт. Правда, в некоторых случаях опыта никакого нет, но все равно передают. Как возникла эта тема у меня? Я давно работаю на факультете журналистики, когда-то сам его закончил, много лет назад, и читал разнообразные лекции, и как-то на занятия с группой «Очень талантливый», у меня там было шесть девчонок и один парень, девочки просто были замечательные, я ставлю им такую задачу. Вот вы будущие журналисты, сейчас вы на третьем курсе факультета журналистики, вы летите в самолете, и неожиданно с вами садится импозантный человек среднего возраста. Подходит стюардесса с подносом разных соков, он не поднимает руку, вы слышали эту историю, да? А почему смеетесь? Еще женщинам шиновник. Он поднимает руку, задевает поднос, и стакан томатного сока льется мне на платье. Вам на платье, не мне, а вам, студентам. Я говорю, ваши действия? Ну, конечно, неприятное, новое платье, новый костюм, начинаешь вытирать этому человеку, который сел рядом, ему тоже безумно неудобно, он начинает салфеточками вас вытирать, вы возмущены, вам не до каких-то любезностей, и тогда он дает вам карточку и говорит, вы знаете, девушка, я вижу, вы не хотите со мной говорить, тем не менее я чувствую, что я очень провинился перед вами, вот моя визитка, там, придете в себя, позвоните, вы читаете визитку, и на ней написано, главный редактор журнала «Огонек», условно, ваши действия. Она мне говорит, что, вы знаете, никаких действий, я вообще уткнусь книгу, и весь полет буду читать книгу. Я говорю, это плохая линия поведения для будущей журналистки, которая получает подарок с небес, возможность познакомиться с главным редактором журнала, который, возможно, через два года станет вашим работодателем. Неужели вы этот шанс... Не давите на меня, Юрий Георгиевич, она мне сказала, неудобно использовать людей. Когда я, тем не менее, на нее надавил, она заплакала. И когда я вернулся к кабинету, я понял, что надо этим людям, журналистам, читать лекцию о социал-нетворкинге. И пришел последствия к выводу, что не только журналистам, всем студентам, особенно студентам ГИМО, а вы особенная группа студентов, вы привилегированная группа. То есть вам всем надо понимать основы социал-нетворкинга. Добровольцы есть, мне нужен помощник с места. Пожалуйста, давайте напишем с вами, что такое социал-нетворкинг. Устно. Как вы его понимаете? Я думаю, что социал-нетворкинг, как набор каких-то навыков, которые помогают человеку устанавливать плюсы и трёхи связи с социал-нетворкинг. Ну, в принципе, вы правильно говорите. Ну что это, процесс, наверное, да? Это процесс по установлению контактов. По поиску, установлению контактов для... Для каких-то целей личных, которые вы ставите. Для решения. Для решения конкретных задач. Личных и, ну главное, каких? И прослужебных. Вот что такое нетворкинг. Поэтому сейчас вы все курсы, да, факультета? То есть некоторые из вас через полгода уже уйдут в большую жизнь. Поэтому каждый задайте себе вопрос. Вы что-то делаете для того, чтобы приобрести те контакты, которые вас будут сопровождать потом по вашей жизни, и которые будут помогать вам решать ваши задачи, и личные, и главное, служебные? Или вы этим вообще никогда не занимались? И вообще об этом не задумывались? Или задумывались? Ну и как у тебя с контактами? Я активно занимаюсь общественной деятельностью. Это очень хорошо, да. Суденческие организации. И походы, лиц, да. Ну у тебя уже есть в твоей папке набор контактов, которые тебе могут быть полезны в твоей жизни. В будущем, я благодарю. И в настоящем тоже. Так. Так. Вот это очень хорошая фраза, что я им, а они мне. Потому что существует такое очень опасное заблуждение. Вам позвонит друг и скажет, слушай, познакомь мне, вот мне надо познакомиться с вашим деканом. А ты говоришь, нет, я тебя не буду с ним знакомить, потому что он мне самому нужен. Зачем я буду размениваться такой связью, которая полезна для меня? Это правильная линия? Почему? Потому что друг будет мне благодарить, и, возможно, он сам для тебя найдет какие-то точки роста, может подходить. Значит, ему незачем сидеть на лекции, он уже все знает, так. Подключайтесь, остальные, так. Вы-то как считаете? У вас есть круг связи, которые действительно вам уже помогают в вашей студенческой жизни, на которую вы делаете ставку в вашей будущей жизни? Или вы этим вообще никак не озабочены? Я исхожу из своего опыта. Мне очень в жизни повезло, потому что я учился на факультете МОНО, на котором была организована вот эта журналистская группа. Мы были первым факультетом внутри факультета, и у нас был, конечно, выдающийся факультет. Я вам сейчас назову несколько имен, которые по жизни мои друзья, и люди, которые помогают и мне, а я им в решении каких-то карьерных вопросов, служебных и личных. Вы знаете, с кем я учился? Ну, вы что, не изучали меня в интернете? Антолий Васильевич Таркунов, мой сокурсник, который меня и взял сюда на работу. Когда меня выперли из всех банков, я пришел к нему, говорю, Антолий Васильевич, спасай меня, и вот теперь я работаю МГИМО. Сергей Викторович Лавров на минуточку, наш сокурсник, который не все, наверное, знают, но он министр иностранных дел. У нас училось много послов, которые некоторых уже, к сожалению, в живых нет. Но, в общем, много людей, которые сделали блистательную карьеру. И я вам скажу, что мы друг друга на протяжении уже долгой жизни используем, и ничего зазорного я в этом не вижу. Поэтому, если кто-то считает, что неудобно использовать контакты, неудобно использовать людей для решения каких-то своих служебных или личных задач, те попали, неправильное место. Теперь мне скажите, вот вы, как студенты, ребята, спускайтесь, здесь мест полно. Чего там стоите? Давайте. Ну, это скромность факультета МЖ, она всегда просто потрясала. Какими качествами должен обладать студент, человек, который вступил на скользкий путь, значит, social networking, по поиску и приобретению нужных связей? Какие качества должны быть? Обязательно. Подключайтесь, потом, как тебя зовут? Артем за вас тут отдувается, вы сидите и только улыбаетесь. Ну, девушки, ум это обязательно для любого студента. Для студента МГИМО не очень нужно, но тем не менее. Чуйка, это что такое? Чутье? Чутье? Ну, в принципе, правильно. Но кто для себя решил, вы хотите быть заметными или незаметными людьми? Нет, вообще, в принципе, вот вы как бы выстраиваете свою карьеру, вы хотите стать популярной, известной, заевать какой-то авторитет в общем. Или вам это не нужно, вы хотите быть тихим, скромным, спокойным, то есть заметным человеком. Как добиться заметности? Что надо сделать для того, чтобы выделяться из аудитории? Какой? Ну, это тоже хорошо. Так, во-первых, главный принцип социал-нетвокинга какой? Зарубить себе на носу, сейчас вам скажу, вы удивитесь, очень простой. Имена тоже хорошо. Улыбаться. Изучите окружение ваше, вы увидите, что у нас большинство студентов ходят, страшно смотреть. Я иногда останавливаю, у тебя что, какая-то трагедия, кто-то помер, что у тебя на лице написано, траурная маска нарисована, улыбайтесь. Что, чем еще, какими качествами должен обладать студент ГИМО? Креативность, уверенность. Какая ваша главная задача в институте? То есть, получить знания. То есть, ваше преимущество по сравнению с другими студентами, других мудрами, то у вас есть прекрасный шанс получить блистательное образование. Кто хочет, он может получить, но многие не хотят просто. Поэтому, что они проучились пять лет в институте, что нет, это никак не влияет на их будущую жизнь. Хорошо, продолжим дальше. Я сейчас просто немножко с вами поговорю, потом вас развеселю, чтобы вы, наконец, многие из вас проснулись. Какие нежелательные ошибки, какие ошибки вообще делают social networking? Вот вы встали на путь исправления, вы поняли, что вы неправильно вели себя вот с этим мужчиной, который пролил на вас стакан томатного сока, и вы встали на путь исправления. Какие ошибки вы должны избегать вот в этом поиске новых связей и установлении полезных контактов? Хорошо, да, вы должны использовать любые возможности, для того, чтобы расширить круг своих связей, так? А для этого что вы должны делать? Улыбаться обязательно, это даже если вы не занимаете social networking, все равно. Это тоже, но ходить на все мероприятия, которые позволяют вам расширять круг связи. Вот сейчас очень хорошее это движение волонтеров, да, кто-нибудь из вас участвует в волонтерском движении, это позволяет, вот только одна девушка подняла руку, так? Больше? Две, ну это очень мало, так? Но вы являетесь членами каких-то клубов, ходите на мероприятия, на спортивные, на любые, где есть возможность устанавливать контакты. Ходите? И сколько у вас в ваших папках новых контактов? И что вы, когда вы знакомитесь с человеком, как девушка с пролитым соком, что вы должны сделать? Еще раз? Ну, по крайней мере, если ты получила карточку, где написано, что он главный редактор Огонька, то надо приехать домой, порыться там в Гугле, или Гугла теперь нет, по-моему, есть там что-то, еще, значит, порыться, что за человек, чем он дышит, а дальше что делать? Как? Ну, написать хорошо, да, но позвонить как-то не очень ловко, вы все-таки студент, а он главный редактор. Текст письма напишите. Вот что вы ему пишете в письме? А? Ну, сказать, что я была достаточно глупа, чтобы не обратить внимания, я вам все простила, я не так уж и огорчена, платье уже отдала в химичистку, его почистили, я все переживаю, почему же я с вами не установила какие-то более тесные отношения, ну, не тесные, какие-то отношения, поскольку мне через два года искать работу, я хочу предложить вам что? Ну, или свои материалы, если это журналистика, или, значит, свою какую-то работу, вы же будущие бизнесмены, кто вы вообще? Ну, вот, значит, я тут сижу день и ночь, разрабатываю некую теорию, как спасти российскую экономику, я хочу предложить вам, то есть, заинтересовать человека. Уверяю вас, любой воспитанный, современный человек, даже, там, главный редактор, он как-то откликнется, он вам что-то напишет, или что-то предложит, ну, в лучшем случае скажет, ну, зайдите ко мне, там, через моего секретаря, мы с вами побеседуем. То есть, такие шансы упускать нельзя. Какие еще ошибки можно сделать в социал-нетворк? Кто-то уже сказал, что отворачивается от людей, не помогать, там, друзьям и коллегам, быть незаметным. Значит, у меня, вот, кстати, в этом зале выступал мой любимый персонаж, такой, Николай Усков, который был четырежды главным редактором крупнейших американских журналов. Какие? Ну, вы не журналисты, может, не знаете, хотя эти журналы на слуху. То есть, четыре журнала, и он там везде был главным редактором. По-моему, он закончил на СНОБе. И он сказал, что я как бы интуитивно пришел к тому, что вот надо быть очень заметным человеком, человеком, который выделяется в аудитории. И я не случайно, говорит, избрал, он стал специалистом в области древнегреческой литературы. Он латинский язык знает, он переводил там каких-то латинских авторов. И я, говорит, даже сына назвал необычным именем, ни Андрей, ни там, ни Алексей, ни Вася, ни Ваня, у него сын Роберт, с единственной целью, чтобы он стал заметным. Может быть, это не всегда сработает, эта уловка, но в данном случае сработало с ним. И он мне дал потрясающий пример, который я всегда повторяю в любой аудитории. Везде надо найти человека, который станет твоим Вергилием. Кто такой Вергилий? Проводник, который провел кого-куда? Данте, да, Вергилий, который, и вот если вы выбьете в аудиторию, даже возьмите свою группу, кто-то в вашей группе более активный, более привлекательный, более осведомленный, ну, если хотите умнее, почему бы не сделать ставку на него и подойти и сказать ему, ты знаешь, я чувствую, что ты вот, ну, найдите там нужные слова, там превосходишь меня. Сделай так, что ты вот знаком с этим, с другим, с пятым, десятым, познакомь меня с этими людьми. Используйте его как Вергилия. Хороший совет? Рабочий, запишите, так. Еще очень важный момент, который часто вот с этим сталкиваешь, что вы, многие студенты МГИМО, недооценивают свои возможности. Я как-то проводил такой эксперимент, попросил моих студентов написать CV. Вы будете поражены, что два человека с одинаковыми стартовыми позициями, с одинаковыми, может быть, знаниями, с одинаковыми успехами на факультете писали совершенно разные CV. Один на пяти листах, где расписывал все свои достоинства и даже недостатки, а другой, а что мне писать? Ну, что я, студент второго курса. Вот вы себе задавали вопрос, вам же через год, там, через два, кому-то через три выходить на рынок. Вы готовы себя продавать? Ты готов? Ты вообще как сюда попал? Ты же засланный казачок. это мой бывший студент, страшный лоботряс был и шалопай, но благодаря общению со мной он стал на путь исправления. Посмотрите, что я делаю с людьми. Теперь даже работает на факультете. Какие еще табу? Вот вы выбрали Вергилия, он вас подвел к какому-то интересному человеку. Чего надо избегать? Ну, иногда эмоциональность даже хорошего качества. Есть что-то более такое насущное и важное, чего нельзя. Вежливость, открытость, общительность, это все очень важно, но чего надо избегать. Ну, тоже по-разному. В данном случае, в моем конкретном примере, конечно, нельзя было вот это, я с вами не буду разговаривать, потому что вы меня обидели, вы на меня вылили стакан сока. В данном случае надо было наступить на горло собственной песни и использовать возможности твоего будущего работодателя. Можно вести себя по-разному. а что вот, чего надо избегать в беседах со мной, с новым контактом? Ну, наглость это то, что присуще факультету журналистики, так? Пустых бесед избегать. Иногда мы начинаем тараторить безумолку с одной стороны, а с другой стороны, мы вообще, ну, советские люди, россияне, мы не умеем вести small talks. так называемых. Проверьте меня, войдите в лифт, едете там 10 этажей, вошел незнакомый человек, и вы промолчите, вы не вступите с ним в контакт, что невозможно представить ни в Америке, ни в Англии, ни в каких европейских странах. Обязательно в Англии, в лифте, или зайдет разговор о погоде, или там что-то скажет, вот, замечательный ребенок. У нас мы не умеем найти повод для вступления в контакт, для заведения так называемого small talks. Вы согласны со мной или вы против? Вы пустой разговор не в лифте. В лифте пустых разговоров не бывает. Лифт это очень ограниченное временное пространство, так вам просто надо испытать себя с точки зрения возможности привлекать к себе внимание. Поэтому надо что-то, а на самом деле мы начинаем мучиться и никак не можем найти, о чем заговорить. Теперь я чувствую, что вы начинаете уставать от моих разговоров. Вот еще есть одно очень важное табу social networking. Никогда просто можете записать это. Не передавайте третьему человеку или другому лицу негативную информацию, которую вы получили от кого-то о нем. Понятна мысль? Нельзя для завоевания успеха, популярности, для того, чтобы расположить себя человека, ему сказать, а знаешь, что про тебя рассказывал там-то? И по этому поводу я хочу с вами написать рассказ, чтобы вы, во-первых, проснулись все и поучаствовали в написании рассказа. Я богатый художник, или состоятельный человек, который живу в городе Героя Лондона. У меня роскошный дом, у меня загородный дом, я наслаждаюсь жизнью, и у меня есть хобби, я люблю живопись. Я не просто ее люблю, но я профессионально занимаюсь, я сам не художник, хотя иногда рисую картину, но я понимаю, как ремесло это, как пишутся картины, и как они превращаются в шедевры. У меня много достоинств, как я считаю, но самое мое большое достоинство это Мери, с которой я давно встречаюсь, она намного младше меня, но у нас необыкновенная любовь, и я в ближайшее время собираюсь сделать предложение. В это время дальше следите внимательно. В Лондоне появляется некий художник, который начинает рисовать портреты женщин светского круга, светского общества. И эти портреты действительно хороши, он их выставляет на аукционах и пользуется колоссальным успехом и славой. У меня все никак нету времени попасть на этот вернисаж, хотя это меня безумно интересует, потому что я люблю живопись, и мне очень интересно узнать, как же этот человек достиг такой популярности. И наконец я собрался и еду на этот вернисаж. Я хожу по залу, смотрю эти картины, действительно мастерски написаны, женщины, узнаваемые лица, я многие из них знаю, и что-то меня в этих портретах напрягает. Я останавливаюсь у одного из портретов, пристально смотрю на него, в этот момент меня кто-то трогает за плечо. Я оборачиваюсь, кто стоит за мной? Мерри не знала, что я еду на выставку. Ну, так, включите воображение, кто может? Женщина хорошо, но какая? С портрета женщина? Это очень круто. Нет, женщина моя бывшая любовница, которая мне говорит, я понимаю, что тебя напрягает в этом портрете, что тебе не нравится, поскольку ты специалист по живописи. Дело в том, говорит это моя бывшая любовница, что все эти женщины позируют художнику обнаженными, потому что художник считает, что нарисовать подлинный портрет, надо сначала женщину нарисовать обнаженной, а потом надеть на нее платье или костюм, или там, я не знаю, что будет, и тогда ты добиваешься абсолютного успеха. Что я спрашиваю этой женщины? Что меня сразу, как бы, на какой вопрос возникает? Да, как это возможно, что эти светские дамы соглашаются позировать обнаженными, что все женщины тщеславны, каждый хочет получить свой портрет, поэтому готовы идти на все. Мы заканчиваем разговор, действительно интересно, надо же, как все бывает в жизни, она мне говорит, моя бывшая любовница, я знаю, что у тебя появилась новая масса, что вы там собираетесь скоро заключить такой долгосрочный союз, но я предлагаю через наши дружбы давай выпьем по чашечке кофе и вспомним нашу былую дружбу, нашу былую любовь, я как человек вежливый не могу ей отказать, едем неважно ко мне, к ней и выпив ни одну чашечку, да и ни одну рюмочку, она мне вдруг говорит, я не должна была тебе этого говорить, но я хочу тебя предупредить, ты думаешь, что Меря в тебя влюблена, на самом деле она тебе такое рассказывает, что ты старый дряхлый старик, никому не нужный импотент, и она с тобой встречается ради твоих денег, ради благополучия, и какова моя реакция, мужчины отвечают, еще какая, какие еще, включайтесь, юноши, какая реакция, вот вам говорят, что девушка, которой вы собираетесь сделать предложение, она про вас рассказывает такое, что просто это невозможно вытерпать, кто-то предлагает выгнать ее, ну может быть поставить задачу выяснять, а как поведет себя большинство мужчин, а только не все сразу кто-нибудь один, жене какой, жены нету, маме, если бы ты сказал маме пожаловаться, это было бы хорошо, я вас уверяю с позиции моего возраста, что 99% мужчин поверили бы этому, вы представляете, когда человеку в возрасте, который делает влюблен молодую красивую женщину, говорят, что она про тебя в такую рассказывает, то конечно в это веришь, так устроен человек, и какова мысль вторая, если я в это поверил, а вот теперь женщины вступают, они знают, что делать, конечно надо отомстить, как, как отомстить, изощренно, ну, это слишком, это мелко, так, что надо сделать, чтобы вот убить на повал мэрии, только сначала девушка в черт, кого, зачем, на самом деле это хорошая догадка, просто я хочу понять ход ваших мыслей, для чего это делать, да, чтобы он написал портрет мэрии, для чего, ну, в принципе, так, может у вас что-то какая-нибудь свежая мысль, на старой, на это, это не месть, это на себя повесит хомут, да, действительно, я еду к этому художнику и говорю, я плачу вам двойную, тройную цену, вы должны нарисовать вот эту женщину, но портрет не выставлять, я его, его у вас куплю, действительно, он рисует портрет, звонит мне, я еду, забираю этот портрет, приезжаю домой и что делаю, я специалист в области живописи, я знаю, как создаются художественные полотна, что я делаю, вот, чтобы месть, месть была, да, растворителем смываю слой краски и получаю обнаженный портрет Мери, дальше, что я делаю, месть, я выставляю просто этот портрет, какова реакция публики, вот, когда все увидели этот портрет и знают, что это вот месть, я им счу за что-то и выставил портрет, опозорил ее перед обществом, какая реакция, вот, в английском обществе, вы знаете историю Даяны, когда ее любовник, вот этот конюх, ну, условно конюх, написал мемуары, где раскрыл их интимные отношения, с ним перестали здороваться, ему руки никто не подавал, то есть, он стал изгоем в английском обществе, вот такая же реакция постигла и меня, то есть, ей простили все, ее измену, а мне не простили, потому что наказание оказалось гораздо суровее, чем преступление, и со мной перестали общаться, и дальше включается, и что со мной происходит, голым, я уверяю, не произведет впечатление на публику, меня голым видели когда-нибудь, это ужасное зрелище, нет, на самом деле, что делают большинство мужчин, так, ну, девушки, это да, это хорошее, но сначала, сначала, вот убитые горем, понимая, что они совершили страшно, кто сказал пьют, вот, умный мальчик, так, любой мужчина попал в такую сложную ситуацию, когда не с кем посоветоваться, ну, когда убита твоя, ну, любовь, твои мечты, ты начинаешь пить, и я, как вот большинство мужчин подавляющее, начинаю выпивать, и допиваюсь до уже скотского состояния, и в один прекрасный день, когда я сижу и уже заканчиваю бутылку виски, стук в дверь, войдите, кто входит? Мужчина, так, спуститесь на несколько этажей ниже, все прозаичнее, кто-то, 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 нет, никто ее не купил, я и себе ее забрал, так, нет, заходит мой дворецкий, который держит руках поднос, на подносе, на серебряном, письмо, и маленькая коробочка, я открываю письмо, от кого письмо? От кого? Тихо, от прошлой, от художника, от Мери, кто согласен, что это письмо от Мери, участвуйте, пожалуйста, так, кто против, кто против, какие варианты еще, если это не Мери, то кто это, бывшая любовница, ну хорошо, я предположу, что это бывшая любовница, что она пишет, ну это благородно, да, но на самом деле письмо от Мери, а что Мери пишет в письме, она начинает, дорогой Джордж, да, она говорит, я понимаю, в какую-то сложную ситуацию попал, как ты мог поверить этой заразе, которая наговорила обо мне черте что, я по-прежнему люблю тебя, ты самый дорогой для меня человек, и меня убивает только одно, то, что ты мог поверить этой дряни, так, какова моя реакция, пить, вот это вы, это вы точно попали, то есть, потому что я не могу себя простить, вы понимаете, что это ужасно, что я сотворил, я еще с двойной, с двойной силой понимаю, что я сделал чудовищную вещь, я погубил свою любовь, я оскорбил невинного человека, и я вообще достоин самой жуткой кары, а что в этой коробочке, которая лежит на подносе, то есть, мне Мерри возвращает кольцо, но это нелогично, если она мне простила, то зачем она возвращает приписка, пи-эс, что в коробочке, ну-ка, включите свое шекспировское воображение, что ли, это, это, кстати, это красиво, да, месть, но она круче придумала, что в коробочке, ну вот этот, негодяи, журналисты, они просто, в коробочке баночка черной икры, и приписка в письме, дорогой, знак примирения, знак того, что я тебе все простила, я тебе направляю, для тебя, любимую тобой черную икру, что я начинаю делать, я открываю коробочку, заливаясь слезами, я начинаю есть эту икру, и что я чувствую через пять минут? Нет, я чувствую, что что-то у меня в желудке происходит невообразимое, и через еще пять минут я падаю мертвым. Отравленная икра, да, она ему отомстила, а затем, с чего я начал, что не надо передавать негативную информацию, потому что это к добру не приведет. Смотрите, погубленная жизнь, я покончился, ну, практически убит, Мери, которая взяла на себя ответственность за мое убийство, бывшая любовница, которая только расстроила прекрасные отношения и тоже ничего не получила, то есть ни в коем случае никогда не передавайте негативную информацию о третьем лице вашему окружению. Я сумел вас убедить или нет? Еще раз, я просто... А этого мы не знаем. Нет, как смысл? Мы-то знаем о том, что у них действительно были потрясающие отношения, мы только со слов любовницы знаем, что она его не любила, что она хотела заполучить его богатство, а на самом деле подлинная эта история или нет, мы не знаем. Нет, не подумайте, что я оправдываю Мери. В любом случае убийство человека, это какого бы не было его преступления, не заслуживает смерти. Конечно, она редкая паразитка, но я сейчас о другом, что вот к чему приводят вот эти вот неосторожные высказания, негативные, в адрес любого человека другому лицу. Так вот, в данном случае этот рассказ выдуман не мной, я потом в конце занятия кому интересно я скажу, кого надо читать и откуда черпать вот это шекспировское умение мстить. Ну, вам понравился рассказ? Вы проснулись? Так, тогда идем дальше. Я потом, сколько у нас еще времени? Есть? Все уже? Послушайте, может, у вас вопросы есть какие-то? Да, очень хороший вопрос. Значит, у меня есть, кому интересно, на четвертом этаже, 41-23, зайдите, я вам дам просто список литературы. Но если сейчас вот сходу вам сказать, есть две книги. Одна, очень, как бы, старая, это Карнеги. Слышали, наверное, как заводить друзей и как влиять на людей. Значит, когда учился я, ее не было в русском переводе. Просто волею судеб я попал в так называемую разведшколу, где у нас был английский вариант, и мы ее изучали с точки зрения получения навыка вот заведения связи. Теперь она, пожалуйста, десятки изданий, ее можно легко купить. Это очень полезная и ценная книга. Но есть современный автор, который я очень люблю. Книга называется «Никогда не обедайте в одиночку». Автор ее, вы знаете, девушки вот машут головами, вы считали ее, что ли? Каким образом? Вы журналисты? А откуда вы ее знаете? Мало кто знает. А, то есть у вас к этому интересы. Дело в том, что его неправильно перевели его имя, он не Кейт, его перевели Кейт, а Кейт по-английски это Катя, а он Кифф, Ки-и-и-т-х, Кифф, не знаю, почему его назвали Кейт. Он приезжал даже в Москву, вот он описывает потрясающий эпизод. В конференции по вопросам social networking сидит аудитория вот как вы вроде подготовленная и все знают, что к нам приехал там выдающийся гость, специалист по social networking. Я, говорит, три дня ходил по этой конференции, по аудиториям, по, пил кофе, все, и общался. Ни один человек из вас, участник к этой конференции не подошел ко мне и не сказал, господин Кейт Ферраци, я счастлив или я счастлив с вами познакомиться. Никто эту возможность не использовал. Какие же вы будущие специалисты по social networking, если вы не использовали элементарный шанс, который вам в руки просто шел, как той девушке с пролитым соком, она получила прекрасную возможность познакомиться с будущим работодателем. А вы этот шанс пропустили. Какие разговоры нельзя вести вот в аудиториях, в ваших группах? О чем нельзя говорить? Ну-ка. О чем? Кто-нибудь один, встаньте. Ну, это правильно. О чем? Что еще? Чего надо избегать в аудиториях, и если вы этих людей недостаточно близко знаете и не раз... религий, политика. Хотя все мы обсуждаем политику, особенно сейчас. Но сейчас надо быть особенно осторожными, вы понимаете. Так, что еще? Семья, да. Дело в том, что не у всех благополучные семьи, и если у тебя благополучная семья, ты обожаешь жену, то рассказывая соседу по партии, или там, я не знаю, какой-то аудитории, или на работе, хвастаешься о том, что ты счастливый человек, а у него, может быть, рушится очередная семья, он платит алименты за пятерых детей и вовсе не хочет обсуждать семейные проблемы. Еще что опасно? Ну, вообще, в любой рабочей аудитории обсуждать уровень заработной платы это неприличество. А сколько вы зарабатываете? А что еще очень опасно делать? Сравнивать хорошо, но что-то есть еще очень опасная вещь, которую ни в коем случае нельзя использовать вот в разговоре в твоем окружении. Вот вы учитесь на факультете МБДА, да, вам ужасно не нравится этот факультет, и вы вынашиваете мысль, что надо отсюда уносить ноги. Стоит об этом заявлять окружению? Нет, мы с вами почему? Ну, если как выйти на филу и сказать, я на пьяни, потому что ты можешь сделать это сам. Вот это кто это сказал? Это очень правильно, так? Потому что, может быть, вы уже приняли решение, договорились на факультете журналистики и вас там возьмут. Тогда еще теоретически можно говорить, что вам здесь не нравится, вы пойдете учиться на журналистику. А если это сорвется, как вам будут относиться ваши коллеги, которые ты долдонил, что тебе не нравится учиться? Да, и еще а кто-то обязательно прибежит к декану и скажет, знаете, что он там говорил, что вы вообще земляной червяк. Так, что еще нельзя делать? О чем еще нельзя разговаривать? Ну, вы же взрослые люди, что еще табу есть? Значит, когда меня студенты спрашивают, Юрий Георгиевич, как вы достигли таких успехов в жизни, там, и в разведке вы были, и там, и сям, и все, я говорю, у меня очень простой ответ на этот вопрос. Я везде и всегда беззаветно любил начальство. И я вас призываю следовать этому принципу. Неважно, вам нравится или не нравится, надо его любить. Я долгие годы работал с Примаковым, и ему говорил, Гений Максимович, вы знаете, как я вас люблю, но когда вы стали министром иностранных дел, я чувствую, открылись какие-то новые резервы. Потом он стал премьер-министром, я говорю, я когда вас вижу, я плачу. А когда возник вопрос, ну, был определенно, на определенном тапе, его рассматривали как возможного будущего президента, я говорю, я умру от восторга, потому что чем выше вы поднимаетесь, тем больше и больше моя любовь к вам. Возьмите на вооружение, пригодится. Ну что, еще один рассказ, сколько у нас времени? Вопросы у вас есть? Вопросы? Мне надо немножко отдохнуть, пожалуйста. На правах декана я хотел бы вопросов всегда этим правом пользуюсь. Юрий Георгиевич, вот social network, здесь будущие бизнесмены, управленцы, понятно, что дружить, и это, наверное, то, ради чего в МГИМО ребята пришли, и с те связи. как это капитализировать? Вот вы в бизнесе работали, как это превратить в, ну, может быть, не сразу, но в деньги, так, чтобы человек не перестал снимать вашу трубку? Ну, дело в том, что я хоть и работал, да, там, и в банках, все, я никогда не занимался бизнесом как таковым, я всегда занимался, вот, то, что называют social networking, то есть, или public relations, как вы, или связи, значит, GR, вот этот знаменитый, government relations, то, что связано работой с людьми, так, я считаю, это очень важная функция для любой организации, для любого банка, для любой финансовой компании, всегда приобретение связи, ну, например, если вы работаете в России, там, какой-то строительной компании, то вам нужны люди, которые регламентируют деятельность этой строительной компании, в правительстве, там, на более низком, то есть, надо работать по заведению связи, которые в тот или иной момент могут помочь вам решить задачи, стоящие перед компанией, это очень трудоемкая и иногда неблагодарная работа, вообще, научно доказано, что из 100% связи, вот если вы 100%, 100 человек приобрели за год, то в конце года, там, 40-50% просто исчезнут, по разным причинам, кто-то уедет, кто-то там уйдет в другую сферу, но, чтобы у вас постоянно был круг людей, которые помогут вам или помогают вам решать ваши проблемы служебные, то этот круг связи, надо постоянно поддерживать на должном уровне. Как? Я попытался вам, значит, дать какие-то рекомендации, но у каждого свои методы. Конечно, очень важно то, что вы вынесете и возьмете с собой из института, потому что многие из вас растекутся по разным ведомствам и, там, министерствам, и всегда этих людей можно использовать, но не только это, надо постоянно работать. Я не знаю, сейчас, конечно, совершенно новые условия, но когда я работал в бизнес, тогда было масса конференций, в том числе и за рубежом, где люди общались, устанавливали контакты, потом эти контакты перерастали в какие-то тесные товарищеские отношения, которые позволяли решать задачи. Сейчас, конечно, это станет очень трудно, так я не представляю, и вообще нарисовать наше ближайшее будущее мне не хватает воображения, но придется, все равно вам надо добиваться успеха в жизни, поэтому уйти от этого вопроса невозможно. Как? Ну, по-разному, так, я в одной лекции, у меня тут несколько страниц исписаны, вот, что делать, А, Б, В, ну, у вас может быть какой-то свой необычный метод, так, кто-то захочет стать видимым, как вот Коля Усков, да, который, значит, во всех аудиториях ищет Вергилия, который его проводит по всем кругам Ады, кто-то, наоборот, незаметным таким аналитиком, который через, не знаю, интернет выходит на нужных людей, но главное, чтобы вы себя убедили в том, что это очень важная и нужная работа для расширения вот этих круга своих связей. Вот так бы я ответил. Вопросы еще? Пожалуйста. Вопросы еще? Ну, опять-таки, ну, томатный сок это не панацея от всех бед, так, но если в банке у вас стоит задача познакомиться с контролирующими органами, ну, просто иногда я просто звонил, но у меня за мной, за моими плечами был богатый опыт вообще работы, я был журналист, ну, я был известной личностью, да, что мне помогало в установлении контактов, многие считали просто за счастье со мной познакомиться. Это не значит, что они решали за меня задачу, но тем не менее, я мог позвонить и пользовался этим, говорил, я такой-то, может быть, вы обо мне слышите? О, да, Юрий Григорьевич, это вы тот самый, но у вас, может быть, не так, но вы должны тогда изучить этого человека и найти что-то, на чем его можно, значит, ну, подцепить, как бы, нехорошее слово, но тем не менее, может, он интересуется живописью, может, он интересуется кино, может, ему надо послать приглашение на какой-то вернисаж, где рисуют обнаженных женщин, или пригласить на киносеанс, тут огромная палитра, огромные, ну, что ли, огромные возможности для установления контакта, но этим надо озаботиться, надо это сделать, каждодневной вашей потребностью устанавливать и развивать контакты, и каждый раз вы должны найти какое-то, что-то уникальное для того, чтобы этого человека удержать в своей орбите. Я не слышал, чтобы дружеские отношения когда-нибудь приводили, ну, конечно, бывают исключения, но, как правило, обязательно разругаются, вообще, я считаю, что с родственниками и с близкими друзьями бизнес лучше не делать, но это исключение бывает. Нет, можно, конечно, с друзьями на каком-то этапе их использовать и пользоваться их услугами, если хотите, пользоваться ими для расширения своего круга связи, но такой тесный бизнес очень редкий случай, когда это не приводит. Я знаю массу примеров, когда ближайшие друзья, которые вместе создавали бизнес, разругивались до такой степени, что вообще не общаются друг с другом и друг с другом поливают грязью. Просто конкретных людей знают. А можно попасть в занятия? За деньги, только за деньги. Можно, конечно, у меня открытые лекции приходить, только у меня со следующего семестра. Я, чем я хорош, как бы, тем, что я понимаю, что рассказывать о social network в течение семестра невозможно, если ты не приглашаешь людей, которые иллюстрируют эту работу. Вот у меня, вот в этой аудитории, был ургант. Когда я спрашивал аудиторию, а кто для вас самый желаемый гость среди мужчин? Называли ургант. Сегодня это кто заменил ургант? Я перезвоню. Кто заменил ургант? Кто самый популярный мужчина из этих кругов журналистских? Ну, думайте, крокодилы, кто? Дудь, конечно, кто сказал Дудь? Умный мальчик, умный, так. Но Дудя невозможно вытащить, он не хочет. Усков потрясающий, Ирина Хакамада, Брилев у нас был, но Брилев в меньшей степени, он, конечно, знаменитый журналист, но он не такой сильный коммуникатор, как Ира Хакамада, я никогда не забуду, она пришла, она мне задала два вопроса, что за аудитория и что они аудитория студенты ожидают от тебя рассказ об успехе в жизни, она даже одела платье, которое с нее глаз не сводили, она двигалась, она настолько современна, хотя уже ей не много лет, то есть она умеет захватить аудиторию, очень производит хорошее впечатление Тина Канделаки, потрясающе, я знаю, многие ее не любят, кто из женщин, кто самый Собчак, да, я ее обожаю, я считаю ее умнейшей и образованнейшей женщиной, и то, что она умеет держать аудиторию, хотя многих, ее стали эпатировать, задавать, и она спокойно говорит, ребята, если вы думаете, что меня можно вот этими якобы сложными вопросами сбить с толку, уверяю вас, что я уже такого наслышал, но она действительно очень эпатажная девица, поэтому она блистательная, потом вдруг приходят мои студенты и говорят, Юрий Григорьевич, вот мы познакомились с Сиглом, знаете, такого актера американского, я говорю, да, интересно, конечно, но вы уверены, что потрясающе, он так интересно выступал, во-первых, он интересуется Востоком, он сразу выудил из аудитории, а кто-нибудь есть, кто киргизский знает, там вот девушка, которая из Киргизии, он с ней заговорил на этом, на киргизском, то есть, ну, есть такие коммуникаторы, которые удержат аудиторию, и на мои, почему ко мне приходят на занятия, потому что ожидает, что я буду приводить вот таких интересных людей, правда, это все было порушено во время эпидемии, коронавируса, тем не менее, кого-то удавалось вытащить по Зуму, но это совершенно другое впечатление, другие, другая коммуникация, ну, хорош был по Зуму, я этого человека очень люблю, это очень смешно, мне позвонили, Якубович, мне от него позвонили, сказали, Юрий Григорьевич, вот, как его зовут, Аркадий, нет, Леонид Аркадьевич приглашает вас в свою передачу, и я ничтожился, у меня сказал, а что, она еще существует, я решил, что поле чудес, оказывается, существует, для меня было откровением, что уже там 20 лет эта передача, да нет, ну что вы, он там делает передачу на канале «Звезда», «Звезда о звезде», потрясающий был интервьюер, и когда его пригласил пообщаться с студентами, он был чрезвычайно хорош, чрезвычайно, ну, это, понимаете, это коммуникаторы, которые на этом съели пуд соли, конечно, умеют общаться, умеют производить впечатление, умеют, ну, умеют говорить, умеют быть такими заметными и запоминающими, но Якубович один из них, то есть это я вам говорю для того, что вот кто-то запросился на мое занятие, я не обещаю вам такого, значит, я не знаю, Ургант вообще куда-то уехал, мне вообще говорили, что не звони Ургант, он никогда не придет, он вообще этими глупостями, а он пришел с удовольствием, три раза приходил, и с удовольствием общался, причем первый раз я помню, я говорю, ну вот, Ургантом, вы не представляете, что творилось? Думал, что его на куски разорут, его пальто, на сувениры, просто я его еле вывел, чтобы его не растерзали, так, и когда он начал говорить, он через минуту говорит, слушай, Юра, я не знаю, о чем говорить, я говорю, неважно, вопросы, и мы задавали вопросы, он потрясающе на них реагировал, и было очень интересно, такие люди, как бы кирпичики, на которых строишь вот это свое отношение к social networking, вот чего можно достичь, как стать популярным, как эту популярность использовать, и я очень благодарен этим людям, ну, Светлана Сорокина такая же, и не знаю, вы знаете, его в меньшей степени знают, но он просто фантастический журналист, Юра Рост, слышали о таком? Даже не слышали, что, конечно, печально, посмотрите в интернете, это просто один из самых замечательных журналистов, умниц, и талантища, необыкновенная, ну, есть и другие, менее знак, конечно, Урган-то слышали все, а Рост-то даже вот вашей аудитории никто не слышал, но это не меняет суть дела, вопросы еще, мы сейчас, я хочу еще один рассказ с вами написать, хулиганский, вы любите хулиганские рассказы? Да, да, еще раз, вы знаете, вы не поверите, ну, больше трех или пяти тысяч, но я недавно выкинул, раньше же как были, эти карточки, у меня этих альбомов набралось, я стал листать эти альбомы и понял, что половины, половины просто в живых нет, тем более, что сейчас, когда я все это начинал, то даже не было интернета, совершенно другая была возможность все это складировать, да, и я понял, что многие, ну, во-первых, поменяли место работы, ну, кто-то остался на всю жизнь связи, который, мне уже, слава богу, 85 лет, скоро умирать, поэтому нет смысла держать эти карточки, каждый изобретает свой способ хранения вот этих контактов, но вы, как будущие там бизнесмены или люди, которые будете, заведите себе какое-то правило, складировать их правильно, вот эти контакты, чтобы в нужный момент вы не начали шарить по этим пяти тысячам контактам, а у вас отдельно были там банки, отдельно госструктуры, отдельно там, я не знаю, спорт, наука, тех, там все что угодно, но чтобы поиск был облегчен, ну, сейчас интернет эти возможности прекрасно предоставляет. Так, вопросы? Нет вопросов? Я ее лично не знаю, может быть, не знаю. Я иногда, мне, наверное, вот я спроси, я его не знал, но он оказался очень хорош, так, вот он попал, как бы, в аудиторию, хотя говорил по-английски, но вы были тогда, по-моему, да? Не знаю, мне он очень понравился, а можно пролететь, а можно пролететь, а можно пролететь некоторые, мой любимый Гусман, которого я считаю, Юлик старший, КВН-ный Гусман, который чрезвычайно остроумный человек, который может, вот ему палец покажи, он тебе вокруг этого пальца, он оказался скучнейшим, вот, коммуникатором в аудитории, его дико раздражало, кто-то смотрел мобильный, он начинал ругаться с этим студентом, я говорю, Юлик, успокойся, ты не исправишь эту аудиторию, смирись, нет, он так и не смирился, и большую часть вот его выступления он посвятил борьбе, значит, с инакомыслием и не с правильным поведением, что, в общем, неправильный метод студенческой аудитории. Вопросы есть? Да, пожалуйста. Да. Ну, дело в том, что Small Talks это не разговоры там на каких-то приемах, это вот, ну, условный лифт, вот вы заходите в лифт, ну, тренируетесь, вот вы зашли там, пять человек незнакомых, как с ними вступить в контакт, диалог? Ну, погода один из самых, в Англии, так это обязательно. Не правда ли же прекрасная погода? Ой, а вы знаете, и вот начинается, и ты пять этажей проехать, не успеешь, значит, ахнуть, как уже лифт пришел на нужный этаж. Ну, дело в том, что если вы идете на какое-то мероприятие, вы приблизительно знаете, а кто там будет, да, кто организовал это мероприятие, кто возможный контакт, на который вы там можете выйти. Значит, предварительно надо изучить. Если это, ну, условно, ГРЭФ, значит, из Сбербанка, то надо понять, о чем он вообще увлекается, а на чем его можно подцепить, как вызвать его интерес ко мне, да, или... Ну, это каждый раз, это, понимаете, это очень непростая, очень деликатная работа. Но, тем не менее, если вы этой целью, цель перед собой поставили, то, значит, надо ее добиваться. А если как, по-моему, прям минимум, информация, то есть, как один из вариантов. Вы подходите, вы знаете, я о вас только слышал, вы моя мечта, я хотел с вами познакомиться, но ничего не могу у вас найти. Рыбалкой вы не интересуетесь, футболом вы не интересуетесь. А что вам интересно? Я вам скажу, что любой человек как-то на это отреагирует. Да как же я не интересуюсь? Я вот марки собираю. Ой, как интересно, а у меня вот коллекция марок. Ну, как бы, я не знаю, мы не можем просчитать и предугадать, чем каждый конкретный человек может быть вам интересен и на чем его можно подцепить. А если бы, если бы я по-прежнему и вы говорили, ой, я вас только слышала, и я как-то взяла встречу с вами нахожусь на том, что это может быть сразу, в принципе, что фанатный, не знаю, на самом деле. Ну, может быть, может быть и так. Вот я вам из своей... Ну, я вам просто конкретный пример из моей жизни. Вот я долгие годы работал в Англии. Значит, это 77-й, 84-й год. Это были самые махровые годы холодной войны. В Англии советские представители, советские журналисты, значит, большим успехом не пользовались. Но, тем не менее, я еще в разведке был, то есть мне надо было заводить связи. И особенно нас интересовала консервативная партия. Партия наиболее правая, которая вообще на контакты не шла, и там заполучить какого-то интересного собеседника было страшно трудно. Знаете, на чем я приобрел связи? На вине. Понимаете, вот... В том числе был такой, уже его нет живых, Эдвард Дюкан. Это председатель комитета 1922 года, самый консервативный, самый правый комитет внутри консервативной партии. И как-то, волею судеб, я оказался с ним за одним столом. А накануне у меня была случайная встреча с министром внутренних дел. Я просто нагло подошел и сказал, господин Херт, я вот такой советский... Знаете, что он мне сказал? А вы, молодой человек, ко мне больше никогда не подходите. То есть он меня сразу осадил, и я понял, что с консерваторами вообще дело иметь трудно. И вот я оказался с этим Дюканом, который один из самых информированных, самых оголтелых антисоветчиков. Разливают вино. Чего мне это вдруг голову стукнуло? Я пригубил стакан, говорю, кошачья моча. Он на меня так посмотрел, говорит, как кошачья моча? Это одно из лучших там французских вин, там такого урожая. Он специалист, у него целый погреб дома. Я говорю, ну вы меня будете учить. То есть я вообще грузин и знаю, что такое толк вине. И он мне вдруг говорит, вы грузин, вы знаете, меня страшно интересует грузинское вино. А его купить в Лондоне тогда было не... Его не было просто. Я говорю, я эту проблему решил, у меня дома было там что-то две или три бутылки, я ему послал это вино. Он, как воспитанный человек, не мог мне не ответить. И когда мы где-то с ним сталкивались, он об этом вспоминал, и какой-то у нас завязывался разговор. Я думаю, надо как-то этот контакт укрепить. И я, значит, когда Тэтчер выиграла вторые выборы сокрушительно против Фолкландской войны, может кто-нибудь слышал о Фолкландской войне, но это следующая наша лекция, так? И я ему позвонил, говорит, господин Дюкан, я вас поздравляю с такой сокрушительной победой. Знаете, что он мне ответил? Это очень плохо, молодой человек. После сокрушительных побед бывает сокрушительное поражение. И на этом наш контакт. Торжественно оборвался. Но вино, я не случайно об этом заговорил. Хотите, расскажу вам гениальную историю. Очень ей горжусь. Значит, я был в Лондоне, тогда существовала такая ассоциация иностранной прессы, которая объединяла всех аккредитованных в Англии журналистов всех стран. И в этой ассоциации я был членом правления, и плюс там существовал винный клуб. Председателем винного клуба избрали, конечно, меня, как редкого грузина, который слышал о приличном вине, а не о кошачьей мочи. И мы писали, значит, письма в компании, которые торговали вином. Ну, вызывал интерес там те молодые, значит, производители, которые только-только выходили на рынок. Например, болгары там, или южноафриканцы. И появились чилийцы. И чилийское вино стало набирать популярность. И я пишу письмо от клуба в эту компанию, которая продает чилийское вино. Значит, мы такие-то, хотели бы познакомиться с вашей продукцией. Проходит несколько дней, я получаю письмо от чилийского посла, который пишет, там, господин Кабаладзе, я благодарен вам за интерес. Мы вас приглашаем в посольство Чили, где мы устроим специально для члена вашего клуба дегустацию. Что было там в 79-м, 80-м году? Что в Чили произошло за несколько лет до этого? Ну-ка. Пиночет, конечно, и вообще советским представителям запрещено было общаться с новым режимом пиночетовским. Поэтому, когда я получил письмо от чилийского посла, я зачесал репу. Думаю, елки-палки, кто-нибудь узнает, и мне голову оторвут, что я еду в посольство к чилийцам. И, ну, потом думаю, а как я могу отказаться? Я же не представитель Советского Союза, я член клуба, и мне просто неудобно перед моими коллегами, если скажу, знаете, плевать на чилийского посла, долой пиночета, и да здравствует, значит, индо-пакистанская дружба. Мы садимся в машину, едем в чилийское посольство. Человек у нас там 12-14. Подъезжаем к посольству, никогда не забуду, прямо вот перед глазами стоит площадь Белгравия, там через... На пороге чилийского посольства стоит посол, вся чилийская пресса, там ее немного лон, но тем не менее камеры, и у меня ноги подкосились, думаю, сейчас я попаду на пленку, меня сфотографируют, как я лобызаю с чилийским послом, и конец моей карьере. Ну, деваться некуда. Я выхожу, он мне говорит, посол, это все снимается на камеру. Господин Кабаладзе, я безумно благодарен, вы первый советский человек, который пересечет порог чилийского посольства после прихода к власти Пиночета. Но это был, видно, мой день, я нашелся и сказал, господин посол, да, может быть, это так, но я уверен, что все вино, которое вы сегодня выставите на стол, залито еще в бутылке при Сальвадоре и Элленде. Это вся эта пресса, все это посольство стало мне аплодировать, мы напились так, что я забыл, что это враги, значит, социализма и прогресса, а на второй день он прислал два ящика, один белый, одно красное вино, и мы с ним тайно очень подружились, хотя афишировать я эту связь не мог. Вот такая история. Так что увлечение, это может быть вино, это может быть марки, это может быть увлечение балетом, это может быть кино, это все, что угодно, которое дает вам возможность, но что-то надо знать, вы не можете знать все и обо всем, но какую-то сферу вы должны избрать приоритетной, и в этой сфере хорошо разбираться. Вот рассказ, который я вам прочитал, если будет время, я еще вам прочитал, это не я выдумал, есть знаменитый английский писатель Роальд Даль, что-нибудь говорит, сейчас я назову его произведение, которое знают все. Ничего, колокольчик не гремит, Роальд Даль. Как у него называется вещь? Джо и шоколадная фабрика, или как-то это? Чарли, Чарли и шоколадная фабрика. Вот это автор, вот это че, но помимо этого, он стал знаменитым, благодаря вот этим коротким рассказам, которые даже в Англии называется «Tether unexpected». У него есть неноги рассказы, если сейчас будет время, я вам один еще расскажу, очень хулиганский, а есть вообще просто смешанных аудиторий, как говорят нангличане, их нельзя цитировать, но купите, он переведен, есть пять таких томиков небольших, Роальд, Роальд Даль, это вообще уникальный человек, летчик, как Сент-Экзюперио, в войне участвовал, летал на самолет, а проставился вот этими рассказами. «Tether unexpected». Его рассказы. Есть еще время? Вопрос, да. Ну? То есть все время мне теперь, я обречен к вам ходить? Реализуем? Давайте, хорошо. Да, пожалуйста, кто? Ау. Ну, дело в том, что значит, дело в том, что когда я говорю пять там тысяч, не подумайте, что у меня каждый день пять тысяч встреч, да, то есть это на протяжении, в общем, долгой жизни. Кто-то у меня из Лондона, кто-то из Америки, кто-то из моей работы по, я одно время занимался книгоиздательством, когда, будучи в разведке, мы издавали книги по истории разведки, и тогда я со многими американскими познакомился и журналистами, и книгоиздателями, и бывшими сотрудниками разведки. На каждом этапе появлялись новые связи. Вот с вашим деканом мы работали в таком «Ренессанс-капитале», это в то время известная инвестиционная компания, тогда нужен был Греф. Мне нужно было, я не случайно его вспомнил, видно, под коркой это сидит, мне нужно было с ним, а он был тогда министр экономического развития. Ну, поскольку он из Петербурга, я, у меня много друзей из Петербурга, я нашел на него выход, и меня действительно ему представили, у нас был с ним замечательный разговор, и что интересно, вот я говорю, «смолтокс», я когда вошел к нему в кабинет, он стоит в пальто, значит, уже, «о, хорошо, вы пришли, меня срочно вызвали в Кремль», я говорю, «ну как жалко, мне-то нужно всего пять минут», а поехали со мной, он мне сажает в свою машину, и мы едем с мигалками там ехать пять минут, и мы вопрос, который у меня был, мы его решили за минуту, ну и как-то я же не могу, ну-ка остановите, я здесь выйду, обречен доехать с ним до какой-то точки, и мы начинаем разговор, и я ему там, думаю, ну что, я ему говорю, «а вы читали сегодня?» «А где вы это прочитали?» «Да в газетах во всех», то что я понял, что он вообще настолько зачухан своей работой, что ему нет времени читать газеты, смотреть телевизор, и я для него провел, значит, как бы такую беседу политинформации, и он остался настолько благодарен, что потом, когда мы с ним столкнулись на Петербургском экономическом форуме, уже была возможность с ним, значит, вступить в какой-то разговор, в контакт, а потом волей судеб у него замом стал, значит, такой Хасис, который был моим начальником в X5 Retail Group. Это отдельная история, как я, может, кто-то видел в интернете, как я Путина водил в перекресток, так, но это в следующий раз вам расскажу, так, и на дне рождения вот этого Льва Хасиса, я говорю, Герман Оскарович, у меня к вам просьба, он говорит, что такое, я говорю, вы знаете, вот я, у меня мой офис Сбербанка находится там-то, мне очень нравится, как они работают, но обращаются ко мне сотрудники, их собираются закрыть, я вас прошу, не закрывайте этот офис, он говорит, при одном условии, Юрий Григорьевич, если вы его возглавите, я говорю, я согласен, готов завтра приступить к работе, но, к сожалению, не состоялось, так, потом он ушел в Сбербанк, а, нет, он уже тогда был в Сбербанке, но он такой очаровательный, коммуникабельный, с ним запросто, не надо бояться, вы понимаете, вот иногда студент говорит, ну что я, я студент второго курса, я никто, как я могу подойти к Грефу, да, да, конечно, вам сложнее, чем мне, с нынешних позиций, но вы не должны отчаиваться, значит, надо искать какие-то возможности, родственные, товарищи, какие угодно, там, какую-то идею предложить, но, если уж поставили задачу, ну, я условно беру Сбербанк, проникнуть Сбербанк, то надо все делать для того, чтобы Греф вами заинтересовался, вы согласны? ну, 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 как поддерживать, если у вас 5000, вы же не 5000 встречаетесь каждый день, надо, как это есть даже, специальный термин, тайм, тайм, тайм-менеджмент, да, вот как выбирать, главное, отсеивать, старостепенно, откладывать, как концентрироваться на тех задачах, которые там сиюминутные, и как не забывать о том, что завтра, ну, просто я работал в разведке, у нас в этом смысле хороший опыт, ну, вот там, сегодня получаем задание, так, началась война между китайцами и вьетнамцами, не вьетнамцами, на кого они там напали, кто-то на кого-то, а, не, не Тайвань какая-то, Вьетнам и Вьетнам, и кто-то, ну, не важно, не вьетнамца я не видел живого, нет, ну, условно, тайваньца, ну, у тебя задача, ты должен обеспечивать информацию, так, значит, начинаешь искать этих тайваньцев, нашел тайваньцев, нашел вьетнамцев, прошло полгода, а тебе новое задание, надо теперь заниматься арабо-израильским конфликтом, давай занимай, и то есть это воспитывает тебе вот это, во-первых, такие навыки приобретения широкого круга связи, для того, чтобы в каждый нужный момент использовать те, кто нужен, и не забывать о тех, кто сегодня не нужен, но завтра может быть нужен, но это придет с опытом, только начните заниматься social networking, вот поставьте себе целью, там, я не знаю, познакомиться с деканом факультета журналистики, а я его предупрежу, скажу, то, что к тебе будут подходить студенты МБДА, с ними вообще не разговариваю, вот как, как его заинтересовать, значит, что-то должны придумать, как вашему декану подойти, ну, ладно, мы знакомы, там, работали когда-то, а так, надо найти же повод, я не могу, я вот такой хороший, милый собеседник, побеседуйте со мной, значит, надо чем-то его заинтересовать, Ну, так это вы для себя, на этот вопрос вы себе ответите, а вам зачем этот контакт, вы для чего его хотите, просто для того, чтобы в копилку бросить еще одну эту монетку, или у вас какая-то конкретная цель, может быть, ну, условно, вы хотите писать там дипломную работу на какую-то журналистскую тему, я условно говорю, и для этого вам нужны какие-то контакты на факультете журналистской, а кто-то наоборот, ко мне приходят ребята, вот мы учились на МО, хотим в аспирантуру поступить на журналистику, что нам для этого делать? То есть, каждый изыскивает какие-то свои возможности, свои пути. Ну, конечно, вы должны заинтересовать собой того человека, к которому вы подошли, то есть, вы должны ему что-то, что-то предъявить такое, что делает ваш, вас исключительный, так, и в данном случае, я еще раз повторяю, не надо считать, что вы вообще молодые, никчемные, никому не нужны, вы имеете обалденные стартовые позиции, вы студенты ГИМО, там, третьего курса факультета МВДА, у вас читают, у вас читают лекции, выдающиеся люди, вы изучите, ну, кто хочет учиться, вы уже подготовлены для того, чтобы выйти, значит, на рынок труда, так, поэтому себе надо подавить вот эту вот, свою никчемность, старостепенность, да, кто я такой, вы должны, наоборот, себя убеждать, я лучше всех, я достоин больше, чем мои даже сокурсники, не потому, что за их счет, а потому, что я объективно лучше, да, и такая здоровая конкуренция, в этом нет ничего плохого, я ее только поощряю. У нас еще один вопрос. Так, давайте, девушки. Как сделать так, чтобы вас не заподозрили, таких корыстных, ну, видите, все зависит от испорченности вашего контакта, кто-то заподозрили, от скорости, а кто-то нет, да, но это не должно вас останавливать, значит, надо его убедить, что нет у вас, а что такое корыстные интересы, это плохо или хорошо? Ну, вот, значит, надо сделать так, чтобы он посмотрел правильно. Да, вы знаете, я с вами знакомлюсь, потому, что у меня корыстные интересы. Я хотел, да, работать в вашем банке, или я хотел бы работать вот в вашей газете, так, я мечтаю об этом всю жизнь. Значит, скорость, это да, или корысть, как правильно ударение ставить? Как правильно? Как правильно? Скорость или корысть? Корысть, корысть. Уже пары закончились, дети суетятся. Спасибо большое. Спасибо. Огромное спасибо, Юрий Георгиевич. Ребята, а вы, пожалуйста, подумайте над ситуацией, когда вы встретите Греф в лифте, и что вы ему скажете. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...